Российский триколор не раз вдохновлял поэтов и писателей. Реющий на ветру он становился символом движения жизни, нес историю нашей страны. В День государственного флага стихотворения России прочитали 27-е участники проекта Историко-культурного центра «Стихи живут повсюду». Шили флаги косыни в давнем веке у нас И летел над Россией, шитый золотом спас Багряно-червлеными в том великом году Под святыми знаменами Дмитрий шел на рду. И могучую птицу пролетел сквозь века И вскружил над столицу синий стяг Ермака. И с победными красками созывало на бой Знамя князя Пожарского над горящей Москвой. А с полками Суворова в честь российской земли Стяги с лентой Георгия через Альпы прошли. И забыть нам не велено славный крейсер «Варя» И горячий, простреленный тот Андрейский флаг. Эти флаги, с которыми и в огне, и в пыли По дорогам истории мы победно прошли. Пусть же память останется и про дымный рейстах, Пусть всегда развивается наш немеркнущий стяг. Пусть всегда развивается наш немеркнущий стяг. Стихотворение «Флаг» Анатолия Жигулина прочитали ученицы второго класса Бутовской школы Софья, Альбина и Фатима. С ними принял участие и заслуженный работник культуры Московской области Владимир Степанович Меньшов. Автор проекта, сотрудница историко-культурного центра Наталья Замарина подобрала таких разновозрастных чтецов «Неслучайно». Мысль о том, что флаг должен жить вечно, мне хотелось, чтобы эту мысль выразило и очень наивное поколение, которое, да, не знает жизни, которое, да, не имеет опыта ни своего личного, ни исторического, но тем не менее, это поколение начинает свою жизнь в определенных предлагаемых обстоятельствах. А выстроили эти обстоятельства люди старшего поколения. Через строки стихотворения чтецы рассказали не только историю флага России, но и прошлое всей страны в целом. На триколоры дети и взрослые смотрят с гордостью, как на символ, объединивший разных людей в единое целое. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.